ну что всем привет друзья я продолжаю путешествовать по нашей замечательной беларуси и сегодня мы в городе лида посмотрите какая красота я впервые в этом городе посмотрите какая у них здесь есть река люди загорают купаются сегодня 27 градусов очень жарко классно вот мы набережной и скоро пойдем на экскурсию на пивзавод уже были на экскурсии на сыроварне ели сыров на покупали сыров и сейчас мы здесь были мы на частном производстве grand milk там производят различные сыры очень маленькая очень уютное производство максимально компактная очень много крутой дорогой техники ребята прям большие молодцы и вот сама владелица данного производства нам проводит экскурсию нам также показывали как готовят моцареллу вот посмотрите насколько кажется что это легкий процесс но на самом деле когда мы начали пробовать самостоятельно ее делать это было не так уж и легко кажется что это как пластилинчик кажется что это очень быстро и просто но на самом деле это не так просто это довольно таки сложно вот так вот изготавливают моцареллу и потом лепят из нее вот такие вот небольшие шарики шарики моцареллы привычные для нас далее конечно же мы посмотрели как все сыры хранятся вот хранятся они в таких небольших помещениях также нам показали как сыры вот можете посмотреть это уже очищенные от плесени до помытые сыры уже готовые к продаже также показали как они выдерживаются вот видите выдерживаются они в плесени находятся примерно по два месяца этим головкам сырным общем было очень очень интересно и также у нас была дегустация всей продукции всех сыров различных видов также нам предлагали чай кофе фирменные джемы были очень вкусные джем и я вам потом покажу что я себе приобрела домой очень вкусные необычные крафтовые сыры которые вы не найдете просто в обычных магазинах очень классные сыры с грецким орехом сыры с розмарином просто просто бомба просто топ и вот можно было также это все приобретать ну а мы с вами возвращаемся в город лида и я вам расскажу как же мы посетили экскурсию в лицкий бровар вот так вот выглядит лицкий завод пиво лицкий бровар также при нем есть большой классный ресторан в котором можно на месте отведать вкусное пиво мы уже выдвигаемся на экскурсию сейчас идем по производству конкретно на улице сейчас все экскурсии проводятся непосредственно в специализированном помещении которое я вам покажу и сейчас вот мы находимся возле этого специализированного помещения где проводят экскурсии она четырехэтажные и на каждом этаже проводятся экскурсии здесь дают попробовать солод здесь можно посмотреть как все производится да то есть видите все на экранах все доступно очень классно вот знаете не очень экскурсия понравилась мне кажется даже больше она понравится мужчинам потому что очень многие моменты такие более мужские конечно есть касательно производства пиво мне как девочки было интересно больше попробовать пиво хотя и не очень это люблю но вот так вот погулять по самому музею было очень интересно действительно все уже очень крутое 21 века сейчас я хочу вам показать game room я нахожусь game room и это третий этаж специализированный здесь можно играть в различные игры посвященные пиву и выигрывать очень классные призы которые я вам покажу в конце этого видео у нас из группы выиграла только четыре человека и мы с подружкой в том числе вот и сейчас мы уже находимся на дегустации это крайний этап нашей экскурсии экскурсовод показывает как правильно наливать пиво под каким углом это нужно делать чтобы правильно распределялась пенка чтобы она стояла вот мы пробуем различные виды пиво конкретно нам давали 4 вида пиво по 200 миллиграмм вот в таких небольших маленьких стаканчиках также сейчас экскурсовод показывает то что нужно немножечко ударять по бокалу чтобы пена не оседала кстати пиво нам очень понравилось предлагали несколько видов и темные и светлые от светлого к темному мы двигались также предлагались небольшие вот такие пивные закуски как чипсы различные честно было очень вкусно я как не любительница пива осталась просто в восторге я до этого практически в жизни никогда пиво не пила но было очень вкусно очень интересно захватывающе нам экскурсия безумно понравилось ну что друзья вот заканчивается наша поездка в лиду следующий раз обязательно приеду сюда уже пожить в отеле на два денечка одного дня в лиде очень мало красивый город не очень он понравился знаете такие вот смотрите кстати радуга очень красивая прям сегодня погода просто шепчет очень красиво впечатления замечательные мы только с обеда до этого были вот на заводе лидском пивном я честно говоря думала что мне не понравится потому что я не люблю пиво но мне очень сильно понравилось смотрите вот или гостиница лида можно здесь остановиться сразу у лидского замка вот замок здесь гостиница мы сейчас идем у нас и свободное время пойдем погуляем по центру города здесь вот белорусские магазины смотрите какие прикольные стоят в лиде аппараты с газированной водой как из ссср и вот за доллар можно купить два напитка например тархун лимонад крем сода и так далее вот очень интересно безопасно написано смотрите прикольно минске таких не видела нету сейчас уже вот козировка из ссср покажу вам что я приобрела на экскурсии домой в качестве сувенерчиков вот такой вот сыроварный сыр грант розмарин вот видите прям он весь такой розмаринчики очень классный кусочек совсем тоненький совсем маленький вот 9 белорусских рублей стоило это сколько там в районе четырех с половиной долларов получается там сколько 4 доллара чуть меньше вот такой вот маленький кусочек просто попробовать угощу своих дальше вот такой вот песто из рукавы с вялеными томатами очень нам понравилось на дегустации и вот я себе конечно же взяла домой очень-очень вкусно намазывать на брускет и сейчас тоже буду завтракать с этим песто и конечно вот такой вот апельсиновый джем шафраном очень вкусные конечно совсем маленький тут его на пару раз но сыром очень вкусно мне очень понравилось особенно с белым сыром с плесенью было очень вкусно и вот вот с этим тоже вот такое сочетание мне понравилось также при сенчили был еще вкусный джем но я решил взять более вот такой вот джемик именно с шафраном он такой более нейтральный можно даже с чаем и конечно же с лицкого завода конечно же как я не могла привезти вот такой вот пиво премиум немецкое качество вот для папы и дедушки немножко попробовать вот такой вот пиво литр здесь так что тоже с покупочкам уехала но и собственно говоря была очень крутая такая интерактивная игра значит на заводе можно было играть в игры специальная game room который я вам показывала и выигрывать крутые вот такие вот наклейки на бутылки с пивом то есть пиво вы приобретаете отдельно какое вам хочется на купила вот такой вот немецкая и уже вы можете разработать самостоятельно очень крутую наклейку с именем вот и меня просто закрыла вот и можете разработать такую крутую наклейку и подарить вот такой вот сувенир своим близким самым любимым мужчинам Вот, так что была очень крутая акция, выиграть было нелегко, сразу скажу, что у нас из группы нашей, в группе было 36 человек, выиграло только 4, вот, поэтому вот я выиграла и выиграла две такие наклейки, создала, и прям вообще очень-очень довольна, так что обязательно приезжайте в Лицкие Бровы, играйте в геймеруме, обязательно желаю вам выиграть, потому что это очень приятно, подарить вот такую вот бутылку пива с вот такой вот замечательной, красивой наклейкой, то есть реально как коллекционные.